Всем привет, друзья! С вами я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас на обзоре просто какой-то невероятный телефон, который завоевал уже пол Африки. Эта компания там базируется, и она заходит на рынок России. Эта компания является титульным спонсором Манчестер Сити, и ее рекламируют такие известные люди, как Серхио Агуэро, Кевин Дебройн, Александр Зинченко, Арахим Стерлинг, ну и многие другие-другие звезды. Как бы круто, друзья! Прям вообще окей! Давайте посмотрим, на что способен этот телефон, стоит ли это дичь своих средств. Камон 12С, погнали! Пишите, кстати, нужно ли его разыграть, может быть, что-то с ним сделать, разбить там и так далее. Если у вас есть какие-то варианты, то, пожалуйста, прошу вас об этом писать в комментарии. Поддерживайте это видео лайком, не забывайте об этом. В начале комплектации зарядка 5 вольт, 1,2 ампера. Это, кстати, мало для 2019-2020 года, хотелось бы 2 ампера. Кабель USB-A, microUSB, камон, друзья, камон 2020 год. Здесь нужно уже USB Type-C восстанавливать. Наушники есть в комплекте. Наушники, кстати, не супер, но знаете, что хотелось бы отметить? Что для наушников в комплекте, то есть которые идут, по сути, бесплатно, это неплохие наушнички. Не такие, допустим, как у Huawei, которые сразу нужно просто выбрасывать. А эти прям окей, даже послушать можно. И по дизайну они напоминают AirPods. Ну, как бы выглядит окей, даже, в принципе, не стыдно, достойно. Далее, плюсом сюда положили чехол, очень хорошего качества. Две заглушки есть снизу под мини-джек и также зарядку, чтобы пыль туда не забивалась. Сам чехол, в принципе, неплохого качества, такой, ну, как бы, не супер солидный, но и не стыдный. Стекло также идет в комплекте. Спасибо вам большое за это. Скрепка, мануал на русском языке и гарантия от официального дилера. А комплектация очень даже неплохая для бюджетного телефона. Давайте перейдем к характеристикам и посмотрим, на что он способен. Здесь экран 6,52 дюйма, современный для этого года экран IPS HD+, разрешение 269 ppi. Что касается экрана, это нормальный, стандартный такой экран бюджетного качества. Если говорить о нем, то на минимальной яркости он будет немножко засвечивать в темноте, а на максимальной не будет вытягивать на солнце. И рамка, обратите внимание, внизу достаточно широкая, бюджетного такого формата, а сверху рамочка очень даже приличная, маленькая и, как бы, выглядит окей, очень даже симпатично. Далее модули связи LTE. Здесь есть 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 бенды. То есть для рынка СНГ 3, 7, 20 бенды есть, значит, будет 4G, будет без проблем. Как бы здесь все окей. Wi-Fi здесь на 2,4 и 5 ГГц. FM радио присутствует, GPS есть, Bluetooth 5.0 и NFC. Создатели техно сказали, побрейте, здесь NFC как бы нет. Далее операционная система Android 9 Pie. Фирменная оболочка сверху, HiOS 5.5. Своя оболочка. Если честно, друзья, я ее протестировал, и эта оболочка не вызывает отторжения. Хотя в этом году MIUI 11, конечно, просто все порвало. Крутейшая оболочка, прям вот четкая, все в ней есть, все красиво, все отлично. Эта оболочка, по крайней мере, не вызывает отторжения. И пускай простят меня любители Meizu, Huawei и так далее. Эта оболочка HiOS, она лучше, чем Flyme OS, лучше, чем MIUI OS. Не ожидал я такого отношения, вот, ну, хорошего, порядочного, правильного, такого не китайского отношения к этому телефону. Как реализованы здесь жесты? Вы заходите в настройки, допустим, там куда-то зашли и так далее. Вы выбрали определенный режим. Возвращение назад реализовано в правом нижнем углу. Вы делаете свайп назад, и вам не нужно тянуться до левого или до правого бока. То есть вы все свайпы делаете именно снизу. Чтобы выйти домой, вы делаете свайп посередине, как это обычно. И далее, если вам нужно открыть все программы, вы делаете свайп слева. Окей, друзья, очень удобно. То есть все свайпы реализованы именно внизу экрана. И, согласитесь, дотягиваться очень даже легко. И здесь, в этом плане, мне прям все очень-очень даже порадовало. Мы зашли в лабораторию, профессиональные настройки, все дела. Делаем свайпы. И, кстати, обратите внимание на лабораторию батареи, да. Графика там чуть-чуть светится, крутится, вертится. Ну, как бы весело. Если честно, как бы оболочка меня прям удивила. Я как бы не думал, что она будет такая вот прям прикольная, веселая, интересная. Там какие-то настройки и все такое. И еще одна фишка этой оболочки. Обратите внимание, быстрое меню. Вот оно здесь находится. Делаем небольшой свайп. И вы сразу же попадаете в небольшое такое меню. Здесь, допустим, YouTube, Instagram, WhatsApp и так далее. То есть вы зашли в YouTube, посмотрели там свои подписки. Как бы небольшой такой экранчик. Очень классно решает. Очень классно помогает. Как бы HiOS. Нестыдная оболочка. Я хочу сказать, что она не лучшая, но отторжение эта оболочка точно не вызывает. Далее переходим к камерам. Основные камеры здесь на 16 мегапикселей. Как фронталочка, так и основная камера. На 2 мегапикселя есть модуль для глубины. 8 мегапикселей, широкий угол. И он же отвечает за макросъемку. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. Апертура f1.8. Основная камера снимает и в том, в другом случае 1080p, 30 fps. Стабилизация. Сейчас мы посмотрим пример. Первая фотография на широкий угол. Обратите внимание, погода плохая. То есть очень мало света попадает на матрицу. Если мы сделаем небольшой такой кроп, мы увидим, что детализации здесь не хватает. Но эта ситуация очень стандартная для всех широких углов бюджетного сегмента. Я уже не говорю про Redmi Note 8 Pro. Там по сути стоит такой же ширик. Может быть даже чуть-чуть хуже. И поэтому для камана этот ширик окей, нормально. Далее мы переходим на основную камеру. Обратите внимание, фотография посветлее, пободрее. Если мы сделаем небольшой кроп, мы увидим, что для 2020 года очень неплохо камера снимает. Для бюджетного сегмента я скажу, что здесь все окей. То есть камеры от компании. Redmi, допустим, не будет снимать лучше, чем эта камера. И здесь для камеры большой плюс. Потому что они такие ноунеймы, заходят на рынок, показывают неплохие результаты. Далее телеобъектив. И фотография на телеобъектив получилась почему-то лучше. Хотя телеобъектива здесь отдельного нет. Это обычный кроп на основную камеру. Но, посмотрите, детализация неплохая. То есть всего как бы хватает. Следующая фотография это макро режим. Здесь, посмотрите, засветы слева, справа. Тут все засвечено. То есть HDR не сработал. Но сама фотография, да, сочность картинки. Все такое. Как бы макросъемочка. Если увеличить, то выглядит очень даже не дурно. Неплохая детализация. И макросъемочку можно делать очень даже неплохую. Давайте сейчас посмотрим примеры видео на основные камеры. Сейчас снимаем на основную камеру. Техно Камон 12. И в Full G качестве. Вот посмотрим на качество. В принципе, неплохой звук. Пишем тоже на основную камеру. Учитывая, что это бюджетник. Сейчас снимаем на широкий угол. Звук тоже непосредственно пишем на камеру. И вот немножко я потрясываю. Все-таки есть здесь какая-то стабилизация. Хоть какой-то намек небольшой на стабилизацию. Для бюджетников, повторюсь, это круто. Так снимает телеобъектив. И пример съемки на макро. Далее центральный камень. Здесь от компании Mediatek. Helio P22. 12 нанометров. Не путайте его с Helio A22. То есть это другой процессор, гораздо слабже, который стоит на Redmi 6A. Здесь Helio P22. Он установлен на Redmi 6. И плюс-минус его можно сравнить со Snapdragon 400 серии. Допустим 439. Он, конечно, будет поинтереснее, пободрее чуть-чуть. Но плюс-минус где-то вот в этой категории процессор работает. Со всеми задачами, которые поставлены на него. Справляются нормально. Видеоускоритель здесь PowerURG8320. Версия здесь 4.64. Память типа LPDDR4X. Можно также установить SD-карту на 256 гигабайт. И обратите внимание, это бюджетник и версия 4.64. Это очень и очень даже не стыдно для бюджетника и за эту цену. Но в Antutu он убивает примерно 94 тысячи баллов. Достойный результат для бюджетника. Миниджек здесь присутствует. Сканер отпечатков пальцев тоже присутствует. Работает не так шустро. Ну, как бы если вы будете сравнивать с Note серией от Redmi, то, конечно, там сканеры будут быстрее. Здесь будут сканеры на уровне Redmi бюджетного сегмента. IP68, конечно, здесь нет. Но все-таки есть одна фишечка. О ней я расскажу немного попозже. Звук из основного динамика и из наушников. Абсолютно бюджетный звук на уровне компании Huawei. Бюджетов или даже средних телефонов компании Huawei. То есть никакого хорошего звука здесь ждать не приходит. Основная батарея на 4000 мАч. При умеренном таком использовании хватает на 2 дня. Как бы окей, все нормально. Конкурент этого телефона Redmi 7A, Redmi 6A и также Meizu 8 серии. То есть бюджетники. Я бы сказал, что Redmi с ним очень даже хорошо конкурируют. А вот Meizu все-таки по всем остальным фронтам проигрывает этому телефону. Далее перейдем к основным компонентам этого телефона. Внешнему виду. Сверху светодиодный индикатор. Находится он вот здесь. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. И разговорный динамик. А слева у нас лоток под 2 нано-сим-карты плюс microSD. Спасибо за это. Я всегда люблю вот такие мощные лотки. И в этом лотке, кстати, есть защита от пыли. Там нет резиночки, но защита от пыли и влаги там присутствует. Такая пластиковая прослойка, которая не позволяет мелким частицам туда проходить. Внизу основной динамик, microSD, микрофон основной, миниджек также снизу. А справа кнопки громкости, кнопка включения и выключения. На обратной стороне сверху камера боке, основная камера на 16 мегапикселей. И широкоугольная камера находится внизу, под ней находится вспышка. Также на задней крышке сканер отпечатков пальцев надпись common. И эта крышка сделана из пластика. О ценнике, друзья, официально этот телефон не где-то на Али, а вот именно у официальных дилеров он будет стоить 9000 рублей. Я считаю, что цена очень даже достойная для этого телефона. Переходим к плюсам и минусам. Вначале плюсы. Первое, это тройной суперком болоток, мне нравится. Там есть даже защита от пыли и влаги. Второй момент, цена у официального дилера очень даже недорогая. За версию, повторяюсь, версия 4.64 в районе 9000 рублей. Очень даже common, окей. Третий момент, камеры для этого телефона тоже неплохие. Три камеры, боке, ширик, который и макросъемка, и основная камера. Батарея на 4000 мА тоже отлично. Отлично. Пятый момент в отношении оболочки. Вот эти правильные жесты меня просто порадовали. Как бы я, если честно, захотел себе точно такие жесты на MIUI 11, но как бы сейчас, наверное, не то время. А шестой момент, это комплектация. Чехол неплохой, стекло в комплекте, наушники. Ну, как бы, друзья, все, положили все, что нужно. Из минусов. Micro USB для 2020 года. Common. Common уже 2020, надо все-таки ставить. И NFC нет в этом телефоне. Если этот телефон захочет покорить рынок России, то ему нужно установить NFC сразу же. Просто вот сразу устанавливайте NFC в бюджетнике, в среднебюджетнике. Вообще там полный мусор. Просто устанавливайте NFC везде. И тогда у вас вообще будет все супер. Итак, какие выводы по поводу этого телефона? Телефон мне очень даже понравился. Пишите, кстати, нужно ли его разыграть. Может быть, что-то с ним сделать, разбить там и так далее. Если у вас есть какие-то варианты, то, пожалуйста, прошу вас об этом писать в комментарии. Поддерживайте это видео лайком. Не забывайте об этом. Почему не стоит брать этот телефон? Ну, окей, друзья, пускай он достанется другим. С вами был я, Эдскрабер. Всем хорошее настроение. Всем пока-пока.